В этот день бюрократия сводится к минимуму. Посещение чиновников переходит из схемы «человек-документ» к личному общению со специалистами. Ежегодно 14 декабря с 12 часов дня и до 20 часов вечера по местному времени по всей России граждане обращаются в органы местного самоуправления по любым волнующим их вопросам. Основная масса вопросов, которые появились у граждан, это вопросы по жилищно-коммунальной сфере. Капитальный ремонт дома, претензии к управляющим компаниям. Вопросы, которые будут задаваться гражданами, будут ставиться на контроль. Решение будет у нас на дополнительном контроле. Мы будем за ними следить, отслеживать до самого окончательного результата. По указу президента, такой открытый день приема проводят уже третий год подряд. Основная его цель – без лишней бумажной волокиты и переписок с органами власти – получение ответов и консультаций напрямую. Предварительную запись на прием начали вести еще с 1 декабря, но и тех, кто не был записан, принимают в порядке живой очереди. Для этого достаточно при себе иметь только паспорт. Благодаря современным технологиям, консультация стала оперативной и доступной, несмотря на расстояние и разные часовые пояса. Появилась новая уникальная возможность. Если в компетенцию специалиста не входило решение конкретного вопроса, то прямо на месте он помогал осуществить общение в режиме видео, аудио и других видов связи с уполномоченными лицами из других сфер и регионов, как говорится, в режиме онлайн. У нас есть специальное программное обеспечение под названием ОДПГ, которое позволяет проводить не только личные приемы, но и приемы в режиме видеосвязи. То есть любой гражданин, независимо от того, где он находится, в любой точке России, придя, обратившись в орган местного самоуправления, государственной власти, он имеет возможность обратиться к руководителям администрации города Владивостока. Он будет принят, и его вопрос будет решен. Кроме специалистов и заместителей главы города, в этот день по предварительной записи на прием приходили и к самому главе Владивостока. Игорь Пушкарев лично занимался самыми разными темами обращений. От вопросов строительства стадиона для студентов до программ по развитию дайвинга для людей с ограниченными возможностями. Кроме прочего, всем ожидающим предлагали воду, чай и кофе, угощали фруктами и сладостями. А в зале ожидания на большом экране показывали фильмы. Александра Нитая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.